Уважаемые коллеги, во время подготовки семинара к нам продолжали поступать воспоминания и слова благодарности наших читателей своим преподавателям и наставникам. И мы решили продолжить нашу рубрику «Учитель в моей жизни». Наступил 2023 год, а этот год у нас в стране называется «Год учителя», и нам есть что сказать. У нас есть прекрасные педагоги, которым мы благодарны. Наша семья музыкальная, и во многом успех наших детей зависит от наших педагогов, от наших любимых, ценных, как мы называем, нашей жемчужинки и звездочки, которые занимаются с нашими детьми, которые развивают талант и вкладывают всю душу. Я хотела бы отметить сегодня двоих педагогов. Первый – это Галина Петровна Шишкина. Занимается двое наших детей – это Полина и Саша. Играют они на домре. Помимо личных занятий, дети играют в ансамблях, занимаются творческой деятельностью. Галина Петровна собирает их на мероприятия, ансамбли, оркестры, ведет такую активную творческую музыкальную деятельность вместе с нашими детьми. Мы выезжаем на конкурсы. Самый любимый конкурс у нас, где мы в коллективе можем прожить неделю и общаться – это конкурс в Анапе. Дети ценят это время. Галина Петровна Шишкина очень добрая, отзывчивая. Она как мамочка для наших детей в школе. О каждом заботится, с каждым занимается. И, Полина, что бы ты хотела сказать Галине Петровне? О Галине Петровне, Сашенька, что ты хочешь сказать? Она самая лучшая у детей. Я вот занимаюсь с ней с шести лет. Я очень рада, что у нее есть такой учитель. Саша начал заниматься с этого года. Мне кажется, ему тоже очень нравится. Мы ее очень любим. Попадает в школе Ипполитова-Иванова и в музыкальном колледже при консерватории. Наши дети занимаются и в Ипполитово-Иваново, и в музыкальном колледже. Еще бы мы хотели отметить и выразить нашу благодарность Евгению Владимировичу Левину. Это педагог. Это педагог с большой буквы для нашей семьи, для наших детей. В данный момент у него занимается Семен на баяне. Евгений Владимирович вкладывает всю душу, все старания в наших детей, за что мы безмерно благодарны. Евгений Владимирович является художественным руководителем нашего ансамбля семейного. Он пишет для каждого партию, составляет мелодию, либо обрабатывает мелодию. Большинство репертуара в нашем семейном ансамбле – это его дело, это его детище. Семен, скажи, что бы ты хотела? Евгений Владимирович очень веселый, творческий, бодрый учитель, с ним весело и интересно учиться. Я с ним учусь с 7 лет и на баяне. И все равно хочу с ним продолжать учиться до конца. Здравствуйте, друзья! Я выпускник 33-й новоочеркасской школы слепых для детей и инвалидов. Выпускник 78-го года. Что я могу рассказать об этой школе? Я благодарен учителям, которые нас учили. Такие, как моя первая учительница Галина Георгиевна Лоскутова, воспитатель Зинаида Митрофановна Гасенко, и еще первый учитель, значит, Маина Иннокентьевна, фамилии не помню, Галина Павловна, учитель русского языка, Михаил Иванович Токарев. Классные специалисты. Классные были специалисты, в отличие от учеников, конечно, нас. Некоторых учеников я не говорю о таких, кто были отличниками. Я к таким не относился. До 3-го, 4-го класса я был отличником. Потом почему-то вдруг я стал двоечником, ну, троечником. И вот тут все понеслось, как сказать. Вот. Поэтому благодарность большая учителям, воспитателям. Просто на высшем уровне нас учили. Но беда была школы в том, что немножко, были, конечно, кружки, но было много времени для безделия. И вот из этого всего исходило, что мы занимались некоторыми вещами, которые как бы, ну, развлекали себя как могли. Были разные случаи в этом смысле. В отличие, что сейчас хорошо, ну, как бы плохо, но вот сейчас современные гаджеты у детей, это как бы не приветствуется. Но это хорошо, дети заняты, ничего плохого не сделают они. Они сидят все заняты им. Плохим заниматься никто. Нам было в этом смысле проще. Не было гаджетов. Мы занимались всякой, мягко говоря, в свободное время. Ну, в отличие от некоторых учеников, которые были, конечно, отличниками, там учились. Я говорю про себя. Ну, конечно, кружки были. Мы занимались и баяном, и фортепианом, и шахматы, шашки. Все это было. Футбол играли, конечно, на санках катались, на лыжах. То есть развивались мы, надо сказать, очень неплохо. В отличие от того, что сейчас у меня внуки есть. Сидя дома, кружков, ну, кружки платные, куда пойдешь. У нас все было бесплатно. Можно было это все всем, чем хочешь заниматься, в общем-то. Многим, вернее, не всем, чем хочешь. Плавание, например, только в старших классах мы могли пойти в город, на плавании. Это была великая радость вырваться из интерната. Вот, что я хотел сказать о школе, прошлой школе настоящей. Только благодарность и благодарность людям, которые нас учили, обучали. И благодаря им во многом, конечно, они заложили нам какие-то базовые вещи. Пусть мы не воспринимали, пусть мы издевались над учителями. Было дело, что мы перечили, мы корячились. Ну, молодость, это как бы максимализм. И поэтому вот были разные вещи, которые сейчас бы я не делал, конечно. А тогда мы со смехом это все в жизни, не в жизни, а в нашей жизни проделывали. О чем сейчас я, конечно же, может, где-то, сожалею, где-то бы не так поступал. Ну, детство, оно детство. Пацаны, тем более, это всегда бунт, это всегда против максимализма. И дай Бог здоровья, счастья, всех благ педагогам, учителям, которые нас воспитывали. Так что всем благодарность, всем большое, огромное спасибо. Благодарю педагогов, учителей, воспитателей 33-й школы специальной, Новочеркасской. Всем всего, всех благ. До встречи, друзья. Меня зовут Довбня Марина Анатольевна. Я выпускница 33-й Новочеркасской специальной школы. Годы выпуска с 96-го по 2008-й год. Я хочу поблагодарить всех абсолютно учителей этой школы за те знания, которые они давали и, думаю, продолжают давать детям, которые сейчас обучаются. Вот. Помню абсолютно всех учителей, которые меня учили, и учителей начальной школы, и средней школы, и учителей, и старших классов. В 2008-м году после школы я поступила в университет Южный Федеральный. И мне особенно хочется поблагодарить Трубачеву Леону Андреевну за прекрасные знания по немецкому языку, которыми восхищались все преподаватели в университете. И все время говорила, ой, какой у вас чудесный учитель по немецкому, как она вас научила, надрессировала, как она говорила. Вот. Хочу поблагодарить также учителя русского языка и литературы Габриля Наталью Васильевну, которая научила грамотно писать и с выражением читать и стихотворения, и пересказывать рассказы. В общем, и возила на экскурсии, где можно и невозможно. В общем, золотой просто человек, она была краевед. Вот. Также хочу поблагодарить учителя истории общества знаний, которое особенно повлияло на выбор моей профессии юриста. Это Егорова Вера Ивановна. И также преподаватель истории в университете восхищалась знаниями по истории Донского края. Это все знания благодаря ей. И еще в школе благодаря ей заразилась юриспруденцией Азамит на общество знаний. Мне стало это очень интересно. Вот. Также хочу поблагодарить Макашову Иннокентиевну, но, к сожалению, уже ее нет с нами, за знания математики. И я теперь легко, абсолютно могу в уме считать различные примеры, выражения и так далее. И также хочу поблагодарить абсолютно всех учителей нашей школы. Учителей биологии Кабанова Дежды Васильевну, и учителей информатики Лосенко Наталью Владимировну, и химии Тарасенко Зинада Николаевну, и учителя физики Паненко Нина Федоровну, и учителя географии Ковалева Любовь Анатольевну. В общем, всех-всех учителей, которые помогали мне и в школе, и после, в общем, школы. И благодаря им я без специальных курсов, без подготовки поступила в университет. Только на основе их знаний, которые они дают. Также хочу поблагодарить учителя ориентировки пространств Ветеранова Ольгу Сергеевну, помощью которой я научилась ходить с тростью, умею. И благодаря этому у меня есть теперь собакопроводник, чему я очень-очень рада. Так что я люблю и благодарю всех учителей, наш школьный альмаматор, и всех воспитателей, имеющих к нам отношения. И желаю вам только здоровья, крепкого терпения, успеха в вашей работе. Самых терпеливых, наверное, и самопослушных учеников, когда бывает просто с такими непоседами, как мы, это невозможно. Но у вас всегда находится терпение, и минутка на нас, и поговорить, и похвалить, и пожурить, если что-то мы не так делаем. В общем, я всех люблю, и школу, школьный альмаматор, я всех помню и люблю. С годом учителя вас, дорогие мои. Позвольте представиться. Меня зовут Авдушев Евгений Давидович. Я родился в 1951 году. Я являюсь выпускником школы номер 38 города Ростова-на-Дону. Если говорить об учителях, да, безусловно, я всем преподавателям благодарен. У многих, ну, если не всех, к сожалению, уже нет с нами, поэтому я хочу сказать, что вечная им память и Царствуем Небесным. Вот так вот. Ну, а если говорить конкретно, когда я поступил в первый класс, у нас была замечательная преподавательница Хлиян Елизавета Павловна, которая научила меня читать по Браилю. Вот. Она нам читала сказки, всякие интересные вещи рассказывала. Поэтому, как говорят, первый преподаватель – это, ну, я бы сказал так, самый-самый-самый запоминающийся, а может быть, даже самый дорогой, может быть, это даже тот человек, который явился первым, кто дал нам знания. И дальше уже, я бы сказал, у меня были и другие преподаватели. Ну, вот, например, преподаватель истории, у нас очень хороший был Холостов Владимир Николаевич. Он замечательно, просто замечательно преподавал историю, географию. Ну, я бы даже сказал, что это была, конечно, ходячая энциклопедия, вот даже так. У него были большие знания, он мог поговорить, очень хорошо общался. И часто показывал по карте страны, города, реки, океаны, острова, горы, леса. То есть, действительно, человек, ну, интересный был во всех отношениях. Я бы даже сказал так. Я не могу не вспомнить и других преподавателей, например, преподаватель по физике Косолапов Иван Никифорович. Вот был у нас такой, ну, может быть, на первый взгляд немножечко, ну, в чем-то странноватый. Ну, по-моему, мы все бываем зачастую какими-то необычными, может быть, даже немножечко странными. Ну, это не важно. Самое главное то, что он давал знания. И, в общем, очень хороший человек был, правда, скажу. Я не могу не вспомнить также Волкова Георгия Георгиевича, который нам давал знания по литературе, русскому языку. Ну, и по математике он тоже преподаватель. В общем, как говорят, мастер на все руки. Я бы даже так образно верзился. Но еще я очень хотел, конечно, вспомнить и преподавателя по химии, по-моему, Чаплина Галина Григорьевна, по-моему, так вот. И также хотел бы вспомнить и преподавательницу по английскому языку. Это холостого Варвара Михайловна была, которая, конечно, дала мне очень большие знания, самое главное, привила любовь к этому предмету, к своему. Ну, может быть, у нее не было такого очень хорошего произношения, я не могу сказать, что это... Но дело же даже не в этом, а дело в том, что вот как она могла преподать мне эти знания, что у меня сейчас английский язык до сих пор у меня является моим любимым предметом. Это такое хобби. Я бы даже сказал, что это уже не хобби. Там уже, конечно, я и сам продолжал изучать язык, и какие-то знакомые тоже были. Вот. И, в общем, у меня это дело дошло до того, что я на английском языке не только разговариваю, но также и думаю. Вот как ни странно, но это так. Ну, может быть, мне это было дано. Я не знаю. Я не Господь Бог, поэтому не могу сказать. Но еще моим преподавателем, который мне также дал знания в моей теперешней профессии, я имею в виду по музыке, был Желудков Юрий Николаевич. Вот он мне в свое время, я у него долго занимался, где-то, сейчас скажу, где-то в течение 9 лет, так. Да. А потом уже до 67-го года. А потом получилось так, что, ну, Юрий Николаевич, конечно, хорошо обучал меня, но я не мог получить диплома. Поэтому у меня появилась возможность поступить в школу Ипполитова Иванова. Там был тоже преподаватель, который с незрячими людьми работал, это Внуков Михаил Федорович. И я сразу поступил в третий класс. Ну, там была определенная подготовка где-то в течение полугода приблизительно. Потому что мало того, что поступить, допустим, в школу по классу Баяна, надо еще знать такие предметы, как муз литература, сольфеджио. И, ну, естественно, готовился я, конечно. И до 70-го года я учился и также в школе Ипполитова Иванова. Вот. И у меня как раз совпало, что в 70-м году я закончил музыкальную школу и одновременно закончил я и нашу школу. То есть, как видите, повторюсь, что я учился в нашей школе с 59-го по 70-й год. В 71-м году я поступил в училище искусств. И там тоже преподаватели. Преподаватели были, ну, тоже были преподаватели, которые дали мне знания. И, в частности, мой преподаватель по классу Баяна – это Григоренко Николай Иванович. Вот я, видите, всех вспоминаю, не только школьных преподавателей. Вот. И они определили, вот если взять в совокупности, все преподаватели по музыке определили мою дальнейшую судьбу, мою дальнейшую профессию. То, что я вам могу сказать. Ну, потом я, конечно, проработал с 75-го по 97-й год в Доме работников просвещения. Или в простонародье – это Дом учителя. Это вот напротив нашей первички – это газетный, да, газетный 47. Это вот рядом с рестораном «Тополь», тогда он назывался. Вот. Там же, конечно, я и нашел свою судьбу. Я имею в виду Свету. Хотя она у меня уже, конечно, вторая была жена. Но это долгая история, не буду вдаваться в подробности. Многие знают об этом. Ну, вот, собственно говоря, если подвести итог тому, что я сейчас вам рассказал, это то, что каждый преподаватель внес свой вклад в мою дальнейшую судьбу, за что я весьма признателен. И, как говорят, побольше бы таких преподавателей, как раньше было. Вот так вот. Ну, вот, собственно, все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok «Год педагога и наставника продолжается». Это не только повод поблагодарить педагогов, которые каждый день учат нас и наших детей, но и время новых возможностей профессионального развития, самосознания, расширения круга интересов, знакомства с новыми практиками и коллегами из других регионов. И разрешите мне поблагодарить всех участников, руководителей библиотек, учреждений и организаций области, благотворительных фондов за поддержку и многолетнее совместное сотрудничество, всех выступающих за яркие, интересные, содержательные и оперативные сообщения, программистов за техническое сопровождение. Спасибо вам за вашу гражданскую позицию, за милосердие, заботу и любовь к особенным детям, за желание помочь им чувствовать себя полноценными людьми. Надеемся, что материалы, представленные на семинаре, помогут вам в работе с родителями и детьми с ограниченными возможностями и будут способствовать поиску новых идей. Электронную версию семинара мы разместим в социальных сетях. На сайте Ростовской областной специальной библиотеки для слепых в рубрике «Методический кабинет» по мере поступления будут размещаться ролики выступлений. В ближайшее время Ростовская областная специальная библиотека для слепых выпустит методическое пособие, в котором будут опубликованы тексты выступлений участников семинара. Дополнительная информация будет размещена на сайте Ростовской областной специальной библиотеки для слепых и сообщим вам по электронной почте. Всего вам доброго! До свидания! Берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова